Глава 19, часть 3. Глава 19, часть 3. Далеко не первой молодости пришел я к этой насущной потребности души, молитве, и все ж завидую евреям-ортодоксам, их легкий светло-пламенный талит от заповедных нитей до полосок мне душу растревоженно манит. Едва рассвет от ночи откололся, и нежность неба звезды утаит, я слушаю блаженно отголоски и мной, и ими молвленных молитв. Так было и в то утро. У моего раби оказался высокий баритон, он вел молитву напевно и возвышенно, отчетливо выговаривая каждое святое слово. И Миньян откликался на его благословение в Шмоне-Эс-Ре дружным и звонким. Амэн. Когда завершилась молитва, и мы, тихие, одухотворенные, неспешно сняли тфелины, сложили молитвенные покрывала, жадные с наслаждением затянулись сигаретным дымком, Старый Пинхас сказал, словно продолжая прерванные ночные откровения, Ощущение недовольства собой – это хороший признак. У человека есть и желание, и силы исправить и улучшить свою природу. Когда-то я услышал от своего учителя благословенную его память и говорю своим ученикам от его имени, Наше служение Всевышнему, как при подъеме по лестнице, требует двойного усилия – уметь оттолкнуться от старой ступени и подняться на новую, двойного. «Раби!» – воскликнул я весело – «отныне я эту мудрость буду произносить от твоего имени!» «Кому?» «Своим друзьям, но, главное, литературным персонажам!» – разоткровенничался я, к примеру, Рут Моавитянке и Старому Пинхасу. «Друг мой!» «На крутой каменистой тропе Раби крепко ухватил меня за локоть!» «Рут это пригодится!» «А у твоего старого Пинхаса нам самим еще не вредно брать уроки!» «Мне неведомо, какие сомнения возникают в твоей душе, но если это Ецер-Ара, бери его за горло, чтобы его лживый голос не был слышен!» «Впрочем, когда ты пришел ко мне, я не услышал в тебе унынья, как опасались твои друзья!» «И это меня радует, вселяет уверенность, что ты с Божьей помощью завершишь задуманный сюжет!» «И потом, до самого дома, он не проронил ни слова!» «У крыльца его встречала шумная толпа людей!» «Раби отвел меня в сторону!» «Автор такого сюжета не может уйти с пустыми руками!» «Добрая улыбка осветила его лицо!» «Я дам тебе мое благословение!» «И мне осталось только склонить посидевшую голову!» «Только теперь, когда седина белоснежна и годы, как коды, насытила генная суть!» «Поймешь, что судьба та, что свыше дана, неизбежна!» «И если есть милость, то есть неизменно и суд!» «И я надолго запомнил тяжесть мозолистых ладоней раби на своей голове!» «И напомнил он мне моего деда, благословенной памяти Ишая бен Йосефа» «В неизменном темно-синем картузе с широкой нестриженной бородой!» «Ранним утром, до ухода на смену, он облачался в талит, медленно накладывал тфелин, накручивая кожаный ремешок на левую руку, а правую бережно клал на мою мальчишечью голову, произносил слова молитвы!» «И Ярусалиме!» «И будут накручивать кожаный ремешок на левую руку!» «Мой рабби старый Пинхас круто и безмолвно повернулся и поспешил к порогу своего дома!» «Средь иудейских гор, точнее в глубине, на поселении, вознесенном в скалах, привиделось и показалось сказкой, что старый рабби повстречался мне!» «Да продлятся его годы до ста двадцати!» «А я и не приметил, как привели меня ноги в мою Иерусалимскую обитель, к изнывающему от праздности компьютеру, к моим любимым персонажам, вымышленным и взятым из нашей еврейской жизни!» «Трехтысячелетней давности и нынешней, и те, и другие дороги сердцу моему!»